блок недоблок у нас механ разобрал вилку так разобрал что охренел короче в первом питье у нас красненькая тв к а во втором у нас вот вот это вот серенькая страшная как сказали владельцу многому в екатеринбурге нашим как вот уральской столице вилку перебирали перебирали так что сальники у нас уже гнилью подорвались как бы а это не происходит за год за два это происходит раньше но да ладно мы тут это ну направляющая нижняя верхнюю раскорячила бог с ним а вот не интересно а как так получается что вилку перебрали только в перьях в левом и вправом разное масло а еще по перьям нихрено так наждачкой по вот этим вот окислом поработали какая интересная история замечательно ладно мекан отправляется мыть он мне не этот немногословно вообще разговаривать не умеет не мой о голос какое голос а так а чего еще то чего еще там за дверью стоит шадовка шадовка которая ну вы уже давно у меня обслуживается та самая на которой спицы меняли на колеса потому что не блестят вот а значит привезли колеса колеса круглые хорошие я сначала нихрена не понял что за колеса то есть сказал человек что надо ему колеса от кого саки обслужить мы короче посмотрели на это и ничего не поняли для версии они слишком маленькие а на чем у меня другом у нас абс и нет а это оказывается я думал что их не существует у нас кавасаки версус 300 вот этот маленькая полу тур эндуро с мотором от ниндзя вот ну короче прикольные колес я героически решил еще выбросить денег и у это у саши шмидта вот это вот вы я думаю знаете купил на vr наконец-то накладочку из нержи на эту крышку генератора и защиту радиатора абсолютно нами не нужно но я купил непонятно во всей истории почему человек который умеет чертежи умеет в варгон дуговую сварку имеет в лазерную резку и гибы не может вот эти углы сделать круглыми и мне приходится это делать болгаркой почему почему нарезок здесь острый угол то есть вот здесь вот можно сделать круглый а вот здесь круглый сделать нельзя в чем загадочность всего процесс я не знаю но я болгарочка все это обравнял стал хорошо да я наконец-то доделал эту ебучую фару которую я начал делать еще три недели назад все купил болты под шестигранник все это привернул завернул даже эту хреновину черным помазюкал и наверное таким образом у меня теперь будет диодная фара на дтхе 100 лет она мне там нужна учитывая что мотоцикл я запускаю раз в 10 лет этот но теперь она у меня будет на самом деле история с парой я думаю кто-то знает потому что я купил ее на dr где пара ни хрена не светит она оказалась не того размера и общем туда-сюда оказалось что она на дтхе такая же вот эта вот история закрутила завертелась и вот вот короче я сегодня ни хрена не сделал потому что с этой с продажей тдр это целая просто история что там его надо под собрать было это его надо прикатить сверху прикатить снизу потом еще там механу дженерал мото пока заехал там фильтр не тот привезли потом что-то там еще у нас как короче не то и не про то вот по-прежнему я буду каждый раз теперь говорить ссылки в описании там продается тенери и интересный питбайк заходим смотрим покупаем мне надо это продать они мне надоели я не хочу и дело не в том что с ними какие-то есть технические косяки а просто но мне больше не надо а стулой да мы отвезли одну партию запчастей и завтра механ поедет заберет вторую партию запчастей потому что колеса на тулу готовы да а еще на тулу я купил крепежа из нержавейки вот это вот 3000 рублев да то есть можно было в принципе целую тулу купить за эти деньги уже но это лишь малая часть крепежа и завтра вероятнее всего мы сможем собрать колеса на тулу а еще у нас тут опять в этой в лимонной кислоте замочены детали и в общем то все у нас в этом плане идет неплохо вот что еще бы рассказать хочу рассказать нечего больше рассказывать надо наверное что-то мне делал все-таки с грастрекером наверное делать что-нибудь в сторону того чтобы мопед наконец-то поехал до чтобы его доделать и приступить к в рейксу наверное так но и освободить место наверху потому что чё-то она как-то уже очень много занимает и под надоело такая вот история над вилку на нем переврать на самом деле и собрать его обратно а то что-то она залежалась уже сегодня вот такой день странный завтра тоже будет странный там завтра надо отдать тдр завтра владелец стула приедет привезет очередную партию запчастей вот и короче все очень плохо долго и так далее но мы стараемся выживать покупай тенери налетай блок не до блок пока механ переворачивает камеру у нас что происходит нас первая партия запчасти от тула собирается сейчас короче к этому вернемся магна на колесах механ сегодня собрал я да собрал suzuki этого самого грэс трекера вот чё еще у нас сегодня забрали тдр да еще кто не забрал тенери панкбайк был вообще хорошо да я буду постоянно напоминать ладно так значит забрали колеса от версуса а чё-то еще было а я тула тут ряд деталей тут он гнилая вилка от тула найдено целыми стаканами не знаю что-нибудь с этим будем делать то есть тут вот такой как люди говорят знающие что это нормальное состояние можно сказать что новое о ожидаем запчасти на ттр кстати да мы ждем porsche владелец нами тоже ждет но мы ждем еще больше потому что надо убрать отсюда к чертям собачьим заниматься тулой наверное понемножечку я в свою очередь раскидал этого самого как тебя называет тебя как на хондовый x вот то есть тут владелец попросил еще полностью разобрать траверсы потому что вы хочешь покрасить и стаканами вилки ну траверсами я сегодня справился стаканами вилки пока не справился и выяснилось что подшипником рулевой колонки ну просто ахтунг то есть тут ржавчина перетертая ржавчиной я распилил обойму чтобы сохранить нижний пыльник то что он хороший так как у меня есть живые подшипники и это вообще просто замечательная история вот что дальше мы карбы дочистили от магны то есть магну можно уже потихонечку собирать да то есть ставить карбы там менять жидкости туда сюда очень много чего можно по идее завтра suzuki заберут а пятницу вероятнее всего приедет уже еще один в рейс и у нас по-прежнему на улице живет шадовка на которой эти самые мы когда-то давно спицы меняли потому что не блестят но это вы чуть позже увидите все вот это механу сначала магнада делать потом шадовка что еще то но на самом деле основная история у нас тулой мы собираем тулу то есть это все покрашено порошком в руал как обычно все от песочина круто покрашена и внутри все аккуратненько сделано но просто красота и загляденье на самом деле вот все это как я изначально говорил собрано из нержавеечки то и здесь все модно богато красиво цвет это светлая бронза на камере он смотрится наверное больше в золото но на самом деле это немножечко другой цвет вот чего еще это рассказать и наболтать чё расскажешь наболтаешь да а ты проверял что еще стояло будем ждать о чем будем собирать можно и потом все в дерьме бля в смазки собирать я думаю плохая идея я думаю что она не спустит мне ночью нужно не шипит нигде ничего по ним не видно что было в общем такая история сейчас надо по быстренькому собрать второе колесо вот и как только мы второе колесо соберем мы сможем волшебным чудесным образом отправиться домой наверное а может быть и нет в общем то такая история блок не до блока и механ обнаружил технологии honda короче ну карп их же два они соединяются между собой создаются вот один винт а со второй стороны все то же самое только винта нет там короче есть сверловка они даже начали немножко сверлить и как будто потом закончили досверлив вот и в общем прикол заключается в том то что из-за того что он один они никак не центруются то есть их может так немножко повернуть соответственно все заслонки проворачиваются и то есть я каждый раз когда ты снимаешь карпа его обязательно после установки надо синхронить потому что ну как бы она все двигается и спрашивается вопрос а зачем и и почему почему нет второго и его нету завода то есть там вот если сейчас на свет как не попасть не видно но а вон видно блестит сверловка и все а винта нету и как бы ну то есть вот тут такая щель появляется и ничего не мешает его сюда закрутить то есть нет а сверху она стягивается а а она наверное воздушным фильтром стягивается потому что он алюминиевый звучит не очень ну honda чё я честно говоря чем больше мы с ним работаем с этой магнит тем больше я понимаю почему их у нас очень мало такое себе очень специфичная хрень на фоне шадовки евро икса ну такое себе слишком интересное загадочно мы такое перенести не можем его этого мотоцикла наверное дурака устойчивость очень низкая поэтому они если у нас и есть они не доживают то есть там только снятие корпуса фильтра это уже целая история у нас такое не любят поэтому у нас они погибают удобно как те honda magna отлично чё делаешь а почему это 40 минут длится в чем-то грустно вот с посоветовать что-нибудь не надо почему а конда магна не раздражает ты там кайфуешь почему ты с двух сторон пытаешься в одну дырку попасть а ты потом заменишь грипсы как ты брат мне кажется они устанавливаются строгим взглядом были короче у нас это передной вы кусок блога я делаю в рейкса а я вообще не понял а чё сень делают а я рулевую помыл вилку помыл до подготовил чтобы забрали потом суппортер забрал и занимались этим немножечко стул и возня была в общем тормозные щиты вроде как собрали это даже на что-то похоже на потом чё-то повранили чё там тон звезду покрасили потом опять это состав список деталей на все что надо подумай какие расходники купить и вот так чик-чирик и день прошел вот в ранении у нас прям уже получается так что нравится из гнилых болтов после лимонной кислоты они становятся чистые потом их выранишь и они становятся красивыми черными в автовазе красивые черные болты называют усиленными но на самом деле это никакого отношения к усиленным болтам не имеет ну и тут вот еще у нас партия того что надо поворонить просто тут такой духан маслом стоит что иногда наверное стоит остановиться а вода я еще ось проточил под вилку тульскую который вон там лежит который на самом деле надо разбирать и делать слышно и и как дела и ты его опять снял что такой злой что так и необщительный ты токсичный ты чё токсик делай лицо попроще да сними ты эту кастрюлю что сложного ее вытащить я не понимаю сери винда открутить но да установи ее обратно так винт между корбами ослабь и чтобы они двигались а ты вот это все все помести туда чтобы трубочки вышли через резиночки блять в общем магна отличный мотик 250 на самом деле век бы его не видеть по факту потому что сравнивая шадовка или с врx ну типа ремонтопригодный шадов или врx она на каком-то недостижимому космическом уровне по сравнению с магной хотя казалось бы все то же самое но вообще нет это что-то сродни выферу на выфере ты синхронить мучился да а здесь посмотрел говорит о да тут синхронить вот снаружи а вдруг не может трассы поставить уже час потому что не подлезть не залезть и так далее в общем такая вот история грустная печальная но она есть чё наверное финальный блок недоблок механ уже уехал по объективным причинам он работает никого не кидает в общем то все замечательно значит вот шадовка та самая кстати что много много про нее говорил но так и не удавалось показать то что он все время стоял на улице как здесь стоял suzuki и места на все не хватает вот но вот suzuki забрали suzuki все хорошо но прогресс трекер речь идет о далее у нас будет механ ковыряет шадовка после магны ну тут из разряда т.о. по причине просто докопаться до мотоцикла по факту она тут но не сказать что прям есть какая-то необходимость но человек все вот раньше регламента от начала и до конца и потом тормозу и масло в редукторах антиприз масло то есть все у него должно быть новые все должно точно ну четко в срок а я куда-то потерял стопорное кольцо которое мне нужно на тулу вот по поводу тулы ну если собирать не советским подходом это просто жопа вот например сегодня мы потратили примерно три три с половиной часа на вот это вот каждую деталь надо было промыть после в ультразвуке ну кислоту нейтр нейтрализовать до после чего каждый болтик заворонить заворонить ося это надо погреть помогать погреть и вот этот бесконечный процесс до кажется что все легко но нифига не легко если пытаться делать ну по хорошему и по уму а мы стараемся делать именно так вот все наверное закончим мы на сегодня я вот это устал все не могу не хочу надо наверное все блок недоблок что происходит вообще на самом деле сделано не так много например миша 2 часа подключает два провода просто вот вывести два провода плюс и минус на будущую розетку вот делает он это два часа очень любит провод куда миша любишь проводку проводка тебя любит да вот ну да ладно а так чего он на нем чё ты сделала ну короче масло антифриз синхронизация карбов это сегодня сделано было и в общем то магная типа по мотору все окей если бы была вот эта вот проводка доделана можно накидывать бак сиденья и остается только задняя часть а так повар и куча еще не сделал а чё еще не сделал а ну например поменял обоймы выбил старые почистил рулевую а установил новые обоймы далее далее поврекса собраны тормоза собрана тормозная машинка почищен один пульт второй пульт здесь а дальше начинается интересная история короче а ну в принципе можно вот прям вот вот так вот показывать у нас вилка тулы она была гнутая одно перо я в общем попробовал через деревяшки на трубогибе через перчатку кожаную пробовал давил в итоге получилось у меня примерно ничего с этим сделать и и потом так удивительно совпало что башмак у меня от трубогиба ровно под эту трубу плотно подходит даже без люфтов и короче говоря перо теперь у нас прямое можно ли было отдать его людям профессионалам которые этим занимаются конечно можно но есть проблемы а в чем смысл ну вот как бы вот с этим вот это надиры заводские и прочее 90 процентов виллы которые вы купите на авито если вы купите эта вилка владелец ее купил она одна в россии нету больше на авито объявлений с вилками от тулы и вот именно такой на манер и шпс она же типа пайоли или и нет да пайоли вроде да короче что-то итальянское это было копировано ну и в итоге я просто трубогибом в несколько заходов сделал ее прямой то есть даже прикладывая уголок у нас ну просвет какой-то вообще минимальный она была выгнута там просвет был ну миллиметров 5-7 то есть она реально была так бананом неплохо завернута а мы сделали так что она теперь вроде как и не завернута и вроде как с ней все неплохо вот пробки здесь надо будет напильником пошмурыгать после чего заворонить я думаю слышишь вот ну и короче вилку я под выпрямил и надо ее отставить сторону потому что при нее больше рассказывать нечего ее надо разбирать перебирать смотреть что в ней так далее так вот дальше дальше очередная жертва у нас советского а ну вообще почему у нас появилась вилка вдруг и что мы собрали колеса то есть все втулки оси и так далее дабы проверить звезда покрашена да то есть все здесь до проверить все это подходит надо было примерить это на маятник что я и сделал но и с передним колесом с передним колесом вообще ноль проблем задним колесом нас все-таки надо новую камеру она спускает 40 раз проверяли непонятно где она спускает в общем очевидно ничего нет ладно бог с ним короче забудем и так а чтобы задним колесом нам что-то сделать нам нужен был маятник и так оказалось что вот маятник с этого мотоцикла я его взял а у меня колесо не вставляется потому что слишком узко я беру 2 маятник который у нас донор чтобы удлинить это все смотрю на это и чет не понимаю тут как бы колесо поместилось только вот чем проблема вот это вот плоскость должна быть параллельно вот этой плоскости она здесь идет на сужение то есть оно кривое завода и 1 и 2 люди которые нахваливают советские мотоциклы а вы вот ну умеете играть там геометрию например с линейкой там поиграть нет я думаю что нет потому что если бы вы могли сайт в это играть то тогда бы собственно у вас не возникало желание называть эти изделия мотоциклом а это именно изделие это не нельзя называть это мотоциклом потому что это оскорбительно для мотоцикла вот то есть вот это вот косое кривое а я еще переживал отговаривал владельцы говорю слушай давай не будем мы удлинять маятник потому что я это делал дело это неблагодарное дело это сложное и сделать это ровно тяжело как видим так и есть потому что на заводе тула тула маш завод тоже не смогли сделать ровно наверное в рамках завода это в принципе невыполнимая задача была как оказывается ну и по теперь я точно уверен что у меня получится сделать как завода то есть ну так даже лучше чем завода потому что так плохо как на заводе я сделать не смогу и без проблем моего удлиним и вероятнее всего моя кривизна на заводскую кривизну как математики минус на минус дает плюс вот у нас одна кривая хрень умноженная на вторую кривую хрень в итоге даст ровный маятник ну наверно условно типа как то вот так он и завьется и выйдет вот такая вот история собственно вот этому и посвящено было очень много времени моего ну и все равно с в рэк сам я еще поковырялся сейчас все пульты здесь разглажу редуктор помою ну и на этом наверное день завершим осталось там часок поработать в принципе наверное и все блок не до блока концу вечера мы наконец-то добра сразу резко как увидел это вилка от стула вроде простая но разборка сложная потому что детали соединены вместе с собой посредством ржавщины как тебе конструкция качественно 4 сальника направляющих нет при этом белку хром насквозь как это вообще из чего это делали у это какой-то ужас но это такой же ужас как я сейчас в рэкс тут карбы снял там тоже я выброс не не выбросил короче вот но в рэксе карбы вот с такими вот дырками люди ездят и как бы ничего никому все нормально но зато я рад за владельцев с такими мальчиками потому что после того как ты их ремонтируешь у них есть ощущение что они купили новый мотоцикл потому что ну до этого она ехала ну пол силы потому что заслонки банально не могут подняться вот а мы тем временем доделали магну сейчас по ней по ней наверно обзорчик какой-то такой технический сниму но могу сказать что лесного особо про нее мне сказать нечего вот и там на улице стоит очередной в рэкс с кучей проблем там даже владели чет пытался устранить но потом ему это надоело но в общем сейчас механ будет счастливый закипаться потом ее надо отполировать шерстью металлической перья тоже гайки переделать чтобы под 30 головку очень ты в восторге будешь интересная работенка правда вот на что а я вон корбы буду чистить от в рэкса клапана трассы и в общем много чего еще делать надо ну и как сказал там на улице уже в рэкс стоит а магна у нас доделано я надо бы конечно куда-нибудь убрать и как оказалось похоже на следующей неделе как ну я не что-то даже забыл но в общем откуда-то из-под питера мотик должны привести сленобласти драгу 650 не знаю что там за проблемы в питере с сервисами но вот вот как то так ну вот и в общем то на этом и пятницу наверное закончим больше ничего интересного не будет но для меня рабочая неделя не заканчивается потому что с большой долей вероятности завтра я приеду пилить его то железо пилить маятники от тулы и пытаться что-то из этого сделать более-менее похожие на тот маятник который хочет видеть владелец ну и вместе с ним я вот такая вот история но механу пару дней тут работы с вилкой красота слову о советском союзе вот механ сидит уже наверное со два полтора на полтора точно пытается отмыть советскую вилку а самое смешное что это по сути абсолютно бесполезное занятие потому что ты вот сколько не мой а вот вот это вот заводское изделие лучше не становится и ты просто как реально как археолог отковыриваешь и ржавчину отковыриваешь инженерные вот эти языки и прочее в общем если вы это все относится к туле да если вы действительно ну когда-то задумаетесь они восстановить ли мне советский мотоцикл подумайте раз десять ну надо ли она вам потому что вот сейчас исходя из ситуации я могу сказать совершенно точно что поднять с колен японцы будет намного легче чем сделать советский мотоцикл как бы ну можете со мной поспорить что вы там с дедом в сарае все это сделаете но сделайте только сделайте не на уровне с дедом в сарае а сделайте на том уровне на котором пытаемся сделать мы и вот тогда посмотрим какие мысли у вас будут на этот счет такая вот история и такое наверное завершение блога не до блога надо сейчас будет шишку ультразвук новую залить все это промыть и со спокойной душой наверное отправиться в субботу правда для меня это почти ничего не значит так как я завтра буду работать не просто работать а я буду вероятнее всего реально делать маятник от тулы в общем я так подумал и решил и наверное надо на этот подвиг отчаяться ну и заодно не сказать что лишнее но будет время чтобы например также не спеша чистить карбюратор от rx экономит время знаете ли в дальнейшем вот такая вот история мне надо еще совсем не тону короче все это я говорю к тому что реально те кто думают что советским мотоциклом это все здорово легко и весело заниматься но забудьте про это потому что это ни разу не легко это совсем не весело и в плане работы это неприятно потому что для меня например не составляет какой-то радости понимать что одна деталь не подходит ко второй либо зазор между одной и второй деталью которые должны работать в паре ну плюс-минус где-то вот так это зазор киндер сюрприз потряси и услышишь звук что внутри вот собственно так можно охарактеризовать вот эти вот советские не мотоциклы все-таки а изделие так будет правильнее не зря же он умел нуменклатуре а я выговорил писали изделие вот она таким и есть это изделие и никак иначе сожалению правда такова а уж соглашаться с ней или нет это ваш дело но я выразил свою точку зрения как и говорил суббота и блок недоблок завершение так ну и собственно чё я делал помните вот в углу вон там стоял мой старый сварочный стол вот в общем все его там нету его принципе больше нету потому что он попилен на трубы ну на профиль и когда-то будет доделан теперь диван его еще надо что доделывать вот пусть пока звонят мы перезвоним вот собственно чё еще чё еще а ну вот короче будет творится диван от него делать локотники надо сделать внизу больше перемычек чтобы обувь не падала спокойно стоял и отдать его наконец покраску ну а зачем выбрасывать этот стол если его можно перепилить условно на вот эти вещи разложил корпус воздушного фильтра и ну и пока я занимался сваркой пилением и прочим вот этим всем почистились карбюратор часа 2 очищается буквально чуть-чуть ему осталось и все можно будет на этом заканчивать день принципе но самая свистопляска была с маятником от тулы короче я сделал маятник первое что я сделал ну заводские швы конечно хорошие но так как мне предстояло варить его дальше надо же было повторить заводскую конструкцию так плохо я не умею варить но вот как бы мой шов да а завода швов не было был шлак и больше ничего ну короче проварился швы у нас было два маятника с родного маятника то есть была спирена хвостовая часть были спины на крепление осталось это задняя часть только на труба и укоротили на два с половиной и потом сюда сделали надставки от второго маятника вот ну и тут же тоже все хвостовики проварены и так далее и самое главное владелец очень хотел да и мне в принципе это нравится когда делаются такие усиления косынками в принципе смотрится очень прикольно и таким образом маятник у нас был 48 в длину остал остал да не помню то ли пятьдесят шесть то ли пятьдесят четыре но что-то такое вообще выглядит конечно дорого-богато прикольно ну и вот собственно так вот там 78 часов я с этим маятником провозился вот такая вот у нас история но зато одной проблемой уже меньше у нас теперь будет маятник на тулу да собственно на этом наверно блок недоблок мы заканчиваем да и рабочий день я думаю тоже пора завершить